Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Я решил сделать такой целебный, один из целебных завтраков. А именно, я буду использовать, конечно, проросшую пшеницу. Вы видите, какая проросшая пшеница. Великолепно проросла то, что надо. Выклювочки отличные. Так, я буду использовать болгарский перчик, для того, чтобы у меня нагадки лучше росли, кожа была в хорошем состоянии, а самое главное, чтобы мои сосуды, кровеносные сосуды и связки с возрастом не черствели, а становились эластичными. Это немаловажно. У многих ногти хрупкие. Из-за чего? Ну, потому что не хватает кремния. А где его взять? А вот как раз перчики будут давать болгарский. Далее я буду использовать клюкву. Клюкву я уже измельчил. Измельчил. Такая получилась у нас своеобразная паста. Но, самая свежая, самая лучшая, как раз она мне даст, необходимые вещества для того, чтобы организм был устойчив к неблагоприятным погодным влияниям, чтобы меня простуды не брали, гриб, чтобы очищалась моя кровь. Также нормализовалась работа желудочного, кишечного тракта. Хорошо работали почки, печень. Не образовывалось никаких камней, поэтому я сделаю сегодняшний такой завтрак свой с клюквой. Ну, естественно, мед. Мед я беру цветочный. В нем полным-полно различных биологически нужных для организма веществ. И мед как раз все это соединяет, богатство, которое имеется здесь, в этих продуктах. И лучше доносит до тех мест в организме, которые в этом нуждаются. Поэтому медочек немножечко, но всегда нужно использовать. Я использую ряженку в качестве основы, которая все это вберет в себя и будет, так сказать, носителем. Также творог. Творожок. Полноценный белок. Полноценный бывает только у куриного яйца. Поэтому это второй по своей полноценности белок. Мало чем уступающий куриному яйцу. Вот. И, естественно, блендер, на котором я все это буду делать. Итак, подготавливаем. Я подготовлю болгарский перчик. Вот. Отрезаем серединочку. Выбрасываем лишнее, ненужное. Измельчаем. Так. Такое количество перца, конечно, трудно съесть. Но, тем не менее, можно. Зато вот в нашем целебном завтраке, который можно приготовить на всю семью из четырех человек, это можно сделать легко и просто. И все у вас будут красивые и здоровые. О чем мы... О чем мы печемся, но на самом деле ничего-то не делаем. Итак, первое у меня есть. Теперь, что я еще делаю? Чтобы все хорошенько смешалось, я сюда добавляю клюкву. Вот она, красавица, клюква. Один цвет чего стоит. Великолепно. Клюква настолько хорошо улучшает пищеварение, что вот немножечко ее съешь, особенно растертую с метком, сразу же сок так и брызжет, за счет чего все у вас будет полноценно в организме сгорать. А раз полноценно все будет в организме сгорать, не будет образовываться никаких шлаков, которые загрязняют кровь, и на которых развивается в организме, как вы думаете, что? Правильно, развиваются микробы. Всевозможные микробы, которые уже используют нас, как кусок мяса, и начинают есть. И особенно не любят, знаете что? Особенно не любят красные кровяные тельца. Поэтому мы начинаем первоначально страдать анемией и прочее, прочее. Далее, проросшего зерна, как я говорю, проросшего зерна много не бывает. Но тем не менее, берем горсточку, вот такую вот, вот, и все это отсюда, опа, заправили. Теперь, чтобы это начало все перемалываться, добавляем ряженки, можно кефира, можно еще чего-нибудь там такого. Вот, опа, главное, чтобы все это было кисло-молочное. И делаем пробный такой замес, чтобы все это сначала перемешалось, соединилось. А далее еще добавим творожка, метка по вкусу. Вот, увеличиваем скорость. И пошло. Итак, предварительно у нас все соединилось, но процесс у нас еще не закончен. Мы берем творожок, половина пачки, это примерно где-то грамм сто. Так, и аккуратно его сюда добавляем. Так, мед мы еще не добавляем, хотя уже можно и мед добавить. Ну, добавьте. Добавим меда. Опа, все хорошо, с медком. Так. Угу. А, вкусотища. Люблю мед, особенно цветочный. Великолепная вещь. Ну, и добавляем остатки ряженки, кисломолочного. Все. Это нам больше не понадобится. Ручки всполоснем. И начнем процесс дальше. Когда вы проращиваете много пшеницы, иногда бывает так, что она здесь начинает уже корнями сплетаться. Поэтому, чтобы это не происходило, вы ее периодически перемешиваете. А именно, пересыпаете. Оп. Другое. в посуду. И разрыхляете. Чтобы она корнями не сплеталась. После того, как вы ее разрыхлели, перекладываете опять в эту же посуду. Можно ее предварительно помыть, чтобы она у вас была чистенькая. А то бывает, смотрите, образуется у нас такая юшечка, где она может бродить и портится. Поэтому, своевременно устраняем все ненужное. так, чтобы все было чистенько. Так. И опять своими ручками перекладываем. Лишнее тут выбрасываем. переложили. Если так делать регулярно, то у вас пшеничка, вот которая прорастила, видите, сразу много, ее хватит у вас надолго. И она не потеряет своих целебных качеств. а наоборот, еще больше их приобретет. Вот. Так вот. И опять поставим ее в холодильничек до следующего использования. Можно будет сделать котлетки. Кстати, котлетки великолепная вещь. Чем меньше еще помол, тем более вкусными они становятся. Итак, мы с вами заканчиваем процесс приготовления нашего завтрака. Итак, у нас с вами получился завтрак на основе проросшей пшеницы с добавлением клюквы. В итоге вкус должен измениться, что немаловажно, потому что целебная кулинария должна помимо пользы, большой пользы и исцеления от болезней еще быть очень вкусной. Итак, наливаем. Смотрите, какой напиток у нас получается. О, красота! Некоторые любят, чтобы гуще было, другие любят, чтобы не так густо было, а пожиже было. Поэтому консистенцию подбирайте. И первая проба, добавлять ли сюда меда или нет. Потому что, если мы это будем использовать для укрепления здоровья наших деток, они любят сладенькое. Надо будет метка подбавить. Нет. Напиток получился кисло-сладкий, умеренный во всех отношениях, ничего добавлять не надо. Ах, великолепно! Наш завтрак можно плавно перевести в ужин. Для этого мы можем с вами все это сохранить. Переливаем в баночку. Накрываем крышечкой. и ставим в холодильник. Итак, у нас с вами получился целебный завтрак. Один из вариантов целебного завтрака с клюквой. Значит, что он дает? Многие из нас жалуются на то, что у нас не хватает жизненных сил, особенно начало весны, середина весны, зелени нету, авитаминоз и т.д. где брать витамины? Встает вопрос. И причем не какие-то там витамины аптечные, а полноценные. Пожалуйста, вот она, проросшее зерно. Полное витаминов в группе группы B, которые ведут все процессы в нашем организме. Оздоровительные. Витамин А есть? Есть. Витамин Е, который дает потенцию мужчинам, женщинам, позволяет вынашивать здоровое потомство без всяких последствий. Там, знаете, сохранение или еще. Вот что нам сохраняет. Представьте себе, плод нуждается в жизни. Где ее взять? Из мамонного организма? Нет. Вот отсюда все пойдет. И такой ребеночек будет. Хо, одно заглядение. Далее. опять-таки, если возвращаясь к женщинам, которые кормят, которые вынашивают деток, ногти, волосы, кожа от беременности, от грудного вскармливания у нас портится. Вернее, у них портится. Почему? Да потому, что все отдается через молоко нашим любимым деткам. А мамам, нашим красотулечкам, не хватает. Пожалуйста, творожок кушаем, зубки будут целые, кожа красивая, волосики блестящие. И все это в нашем завтраке, который вкусно и хорошо идет. Потому что так творог многие не любят. Ой, он кислый, он неприятен, он там застреет во рту. В нашем целебном варианте завтрака он идет великолепно. Наконец-таки мы хотим не болеть простудными заболеваниями. Ни ангинами, ни какими-то там кариесами. А что для этого делаем? Да практически ничего не делаем. Только конфеты едим, да чай или кофе сладкое пьем с булочками, которые как раз и способствуют этому. Мы с вами сюда добавили клюковки. Клюква великолепный бактерицидный продукт. Чищности нам кров, а особенно препятствующие развитию различных гинекологических заболеваний, заболеваний предстательной железы у мужчин. Вот. Заболевания там печени и почек. Хорошо утоляет жажду, потому что как только мы сладкий напиток, который какой-нибудь выпьем, сразу же у нас начинается еще хочется пить. А здесь он кислый, тем более кисломолочный. Ничего нам не хочется пить, мы великолепно утолили жажду, при этом еще оздоровили свой собственный организм и укрепили его. Далее кисломолочный. Еще Мечников утверждал, что кисломолочный продляет жизнь. И мы употребляем как раз кисломолочный для того, чтобы чувствовать себя великолепно. О меде я думаю уже тут все это сказано. И что я еще хочу сказать. Я знаю одного мужчину, у которого 50 лет началось отслаивание сетчатки, и он начал слепнуть. болезнь прогрессировала и он должен был ослепнуть. Ну ему подсказали, а вот говорят, проросшая пшеница помогает с этой проблемой справиться. И он начал регулярно по 2 столовые ложечки съедать каждый день. Сейчас ему 70 лет, даже больше 70 лет. Болезнь не прогрессирует, как была, так и осталась. На том же самом уровне зрение он не потерял. Зато стул регулярный, потенция великолепная, жизненных сил море. Как вкусно! Если бы вы знали, приготовите, кстати, всё это можно сделать самостоятельно. Вы здесь не видите во время приготовления завтрака ни консервантов, ни закрепителей, ни подсластителей, ни ещё чего-нибудь. Вы всё делаете своими собственными руками с любовью. И это даёт потрясающий оздоровительный результат. Только наша кулинария может это делать. Поэтому используйте её, смотрите «Легури Аллах». И оздоравливайтесь вместе с нами. все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету Малахо Про. Ее главная цель помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете Малаховпро, об этом рассказываю простым и понятным языком. Доброго вам здоровья. Я работаю на двух сайтах генеша.ру и Малаховпро. Последний сайт Малаховпро полностью мой. Здесь имеется библиотека моих книг. Выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения по ведению здорового образа жизни. Здесь вы можете подписаться на мою интернет-газету Малаховпро, которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года. Здесь же находятся и видео моих лекций, передачи целебной кулинарии. Все это для вас. Заходите, смотрите, пользуйтесь.